итак здравствуйте мои дорогие друзья вас снова приветствовать на моем канале и вот теперь вам обещанные вопросы которые вам помогут выбрать ту самую квартиру квартиру вашей мечты и так какие же вопросы вам нужно задавать когда вы будете осматривать квартиру вельхи фраган stelle ich bei einer wohnungsbesichtigung какие вопросы задаю при осмотре квартиры итак поехали wie hoch ist die grundmitte wie hoch sind nebenkosten wie hoch ist die kauzoon auf welcher basis wurden die nebenkosten berechnet worden sie einfach vom vermieter übernommen kann ich den energieausweis sehen итак теперь еще раз по этим вопросам пройдемся grundmitte то есть это основная плата квартиры то есть без того что вы тратите на отопление и различные другие расходы и так grundmitte и по называется еще kaltmitte be hoch sind nebenkosten nebenkosten это все побочные расходы которого оплачивается все что выше вот этой основной оплаты за квартиру или называется варм костен то есть вместе с отоплением и другими побочными расходами теперь слово кауцион кауцион это залог то есть вы платите обычно здесь три основные оплаты за квартиры трехмесячная оплата за квартиру вы платите кауцион или так называемый залог следующий вопрос то есть на основе чего были рассчитаны вот эти вот побочные расходы пятый вопрос или просто вот эти расходы были взяты от прошедшего человека который снимал эту квартиру и здесь появился еще так называемый энергетический паспорт который показывает насколько квартира теряет тепла допустим во время зимы и этот паспорт называется энергия осваивать могу ли я посмотреть вот этот вот энергетический паспорт переходим дальше к следующей группе вопросов сколько месяца розеток на кухне или это может быть в другом месте, есть ли допустим кладовка и какой-то подвал, где находится подключение стиральной машины, хорошо ли утеплены внешние стены, нужно ли ремонтировать, какой вид отопления используется, разрешается ли жарить мясо на балконе. Следующая группа вопросов. Gehört die einbauküche zu wohnen? Kann die Küche übernommen werden? Wie hoch ist die ablose? Gibt es einen Kabel oder Satellitenanschluss für den Fernseher? Sind genug Parkplätze vorhanden? Was kostet einen Parkplatz? И теперь снова вопросы все эти по-русски. Останется ли или принадлежит ли вот эта кухня квартире? Можно ли ее перенять, эту кухню? Сколько стоит эта сумма, которую за нее нужно заплатить? Есть ли место для подключения телевизора? Имеется ли достаточно парковок? И сколько стоит парковочное место? И дальше группа. И так, есть ли вы сможете закупить вблизи вблизи? Первый вопрос. Второй. Есть ли, допустим, рядом невдалеке возможность, обычная остановка, автобусная или троллейбусная и так далее? Где находится ближайший садик, детский сад или школа, или игровая площадка? Я думаю, это вопросы важные для тех, у кого есть дети. Разрешаются ли животные, если у вас есть животные? Разрешается ли пользоваться садом, если, допустим, возле дома есть сад? Нужно ли чистить снег мне или мыть подъезд? То есть, есть такие дома, где это нужно самим делать. И последние два вопроса, которые я просто дописала. Дарф их мя нок динкеллен шаун? То есть, в конце вдруг вспоминаете, что вы не посмотрели подвал и хотите его посмотреть. Дарф их мя нок динкеллен шаун? Дарф их ин флиссен борн? Дом Тоже важный вопрос. Флиссен – это так называемая плитка. И, допустим, есть такие квартиры, которых, может быть, нельзя плитку сверлить, то в этом случае вы спрашиваете Дарф их ин флиссен борн? Вот основные вопросы. Если какие-то вопросы не назвала, то дописывайте внизу. Задавайте следующий вопрос.